Всем большой привет! Меня зовут Маша. Рада видеть вас на своем канале. И сегодня я начинаю снимать свою новую рукодельную неделю. Решила выйти на балкон, потому что в квартире сейчас очень темно, хотя, как видите, на улице просто безумно красиво. Решила записать это вступление здесь. И, наконец-то, я возвращаюсь домой, когда еще светло. Этого не было уже очень давно. Я безумно соскучилась по этому вообще времени. И, в принципе, если я правильно посмотрела по календарю, теперь я буду постоянно возвращаться, когда светло, домой. Это вот просто счастье, честное слово. И, наконец-то, я смогу хоть что-то снимать при дневном освещении. Вообще, в принципе, рада, что появится на время для съемки. Поэтому я решила не упускать такую возможность, начать записывать рукодельную неделю. Тем более, есть что показать. И, надеюсь, дни тоже, в принципе, будут более или менее разнообразные теперь. Поэтому из повседневной жизни тоже будет что показать. По крайней мере, я на это очень сильно надеюсь. Но, в любом случае, рукодельные недели начинаются. Надеюсь, вам будет интересно. Как жалко, что я не могу приблизить еще больше камеру, чтобы вы еще лучше увидели эту красоту. Но, я думаю, вы видите там горы. Во время, конечно, заката это сейчас еще лучше видно. И просто потрясающе. Слушайте, я уже давно не была в горах. Я уже давно там не гуляла. Надо будет наверстать уже упущенное. И съездить, наконец-то. И показать вам тоже всю эту красоту. Я вам, может быть, сильно не рассказывала. Но у меня еще есть одно любимое хобби, просто без которого я жить не могу. Мне безумно нравится это делать. А именно готовка. И чаще всего, когда я прихожу домой с курсов, мне нужно сделать что-то быстрое. Но при этом я люблю что-то такое интересное приготовить. Но простое. То есть, не сильно заморачиваться. Не люблю я, знаете, такие долгие подготовительные работы все эти. И недавно в одном журнале я нашла классный рецепт приготовления рыбы. И он оказался настолько хорошим, что я теперь готовлю его уже чуть ли не шестой или седьмой раз в течение месяца. В общем, очень понравилось. И я хочу сегодня этим рецептом с вами поделиться. Я для этого купила вот такое вот филе в панировке. Это Зелакс филе. Но я более точное название найду сейчас в интернете. Напишу где-нибудь вот здесь вот, чтобы вы смогли найти. В общем, все то, что нужно сделать, это выложить на заранее смазанную немножечко форму маслом все филе кусочки. Мне, в принципе, ровненько 5 штук помещаются в форму. Сверху уложить порезанные кольцами цукини и красный лук. Все это хорошенько посыпать солью, специями любимыми. В принципе, еще по рецепту идет пармезан, но мне без пармезана очень вкусно получается. Также выкладываем веточки томатов таких коктейльных маленьких. И еще я покупаю вот такую вот коробочку маленьких перчиков. Они заполненные сыром. По рецепту вот такие как раз такие и нужны. И получается с ними, конечно, очень вкусно. Вот просто блюдо переходит на какой-то новый уровень. Мне очень нравится добавлять вот эту вот детальку. Ставим в заранее разогретую духовку до 180 градусов. И, в принципе, все ждем, когда все приготовится. Получается безумно вкусно. И если сверху рыбку полить еще лимонным соком, то просто пальчики оближешь. Поэтому сейчас займусь готовкой и покажу вам, что получилось. Вот что у меня получилось. Это безумно вкусно. Я полюбила этот рецепт всей душой, потому что это действительно быстро. Потому что ты все положил в форму ингредиенты, поставил запекаться. И получается вот это вот. Сверху обязательно полить лимонным соком. Вот обязательно. Приятного аппетита! Солнце уже окончательно село. И вот наступило то время, когда свет самый отвратительный. Вот именно для съемки видео. Он какой-то непонятный желто-серо-буро-малиновый. И ладно, будем с этим работать как-то. Я сейчас буду ждать мужа с работы. Он должен, по идее, где-то через часик прийти. И чтобы как-то скоротать это время, я буду вышивать. И давайте покажу вам кое-какие обновления. Потому что я, когда снимала то видео про начатые процессы, у меня это было где-то неделю назад. С тех пор я начала еще кое-что. Да, я все-таки немного, знаете, сорвалась, мне кажется. Это как с диеты. Когда ты долго соблюдаешь какую-то диету, ты потом просто начинаешь наверстывать все упущенное. И вот, да. В общем, с вышивкой, похоже, то же самое случилось. Но я себя держу в руках. В общем, да, я начала еще один маленький процесс. Сейчас вам расскажу, что это такое будет. Я вступила в очередную ИСП. Да, я не смогла пройти мимо, потому что там действительно очень классная схема. Я сейчас ставлю вам превью. То, что должно получиться. Его проводит Елена Шостакова. Еще никогда не вышивала сюжеты от этого дизайнера. Но вот появился у нее такой шикарный снеговик. И я просто не смогла пройти мимо. Я успела записаться. Я была тем счастливчиком, который еще успел попасть в группу, кто именно участвует в ИСП. И вот на данный момент я уже вышила столько. Как видите, у меня готов шарфик. Я начала вышивать шубку снеговика. И вот его руки. До головы я все еще пока не добралась. Ну ладно. И я очень бы хотела закончить эту игрушку на этой неделе. Всего таких снеговика будет 4. Я еще потом буду думать, как делать ножки. Потому что мне очень понравилась идея с пружинками. Но мне почему-то видится еще вариант с веревочками. Я вот все еще думаю. Я буду на этой неделе вышивать периодически этот сюжет. Вот все материалы, которые нужны. Здесь достаточно много цветов ниток. И я еще решила, что буду использовать бисер. Вот вместо пуговки я буду использовать вот такой... Ой, какая себя переливается. Вместо пуговок я буду использовать вот такой бисер от Mill Hill золотой. Мне кажется, очень такой хороший цвет. Мне кажется, будет классно переливаться. И еще я решила взять вот такой серебряный петит. Он будет использоваться в пряжках, на шапке и на сапожках. Мне кажется, будет хорошо смотреться. Я вот решила взять именно такой бисер. И еще вот такой красный для того, чтобы вышивать ягодки на его шляпке. Там есть такой маленький элементик. Вот я решила взять красный бисер. Вот именно такой тоже петит красный. Кстати, как видите, я собираю бисер Милхил. И со всех наборов я всегда подписываю, прямо вот все сортирую. У меня уже достаточно много бисера насобиралось. Знаете, это очень здорово, когда вдруг в какой-то работе нужен бисер, и он у тебя есть из запасов. Это прямо очень нравится мне, вот когда такое происходит. Поэтому да, этот бисер у меня часто был в других сюжетах. И вот недавно то, что я вышивала Нордик Сента от Милхил, он тоже там был. Я просто все пересыпала, и у меня уже, мне кажется, почти насобиралось на целую коробочку бисера. Чему я, конечно, несказанно рада. Так что вот такая работа будет. Пока что, может быть, немного страшно выглядит без головы. Безголовый снеговик. Ну ладно, в любом случае, я буду вышивать, и буду показывать вам свои продвижения. Мне кажется, на этой неделе я даже могу работу эту вышить. А на выходных я продолжила вышивать балерину. У меня уже начала появляться юбка, и, конечно, вот то, что вышивается, это все в разное сложение нити. Здесь и два, и три, и четыре. Она такая объемная, что вам просто словами не описать. Это смотрится очень красиво. И я очень бы хотела продвинуться дальше на этой неделе, повышивать еще спину балерины. Я, кстати, немножечко поработала над схемой, потому что у меня было так неудобно. В общем, вот была первая часть, вот шла вторая. И, как видите, третий лист, который идет внизу, он был, получается, вот на втором. Это так неудобно было. В общем, я пошла и сделала себе копию. Все вместе соединила. И теперь у меня полностью есть вся схема, полностью собранная. Потому что я люблю вышивать, когда все-таки я вижу все. Всю полностью схему перед собой. Не люблю я вышивать по листам. Теперь, мне кажется, это станет намного более удобно. И, господи, еще столько работы. Я не знаю, как я это все успею до лета. Но мне, конечно, хотелось бы это сделать. Я сейчас вот здесь. И вот, да, я где-то вот уже даже вот эти элементы повышевала. В принципе, вот это все, это полукрест. Поэтому, мне кажется, дело пойдет достаточно быстро. Просто нужно сесть и это начать дальше вышивать. В общем, вот такие вот у меня продвижения. Сегодня уже вторник. И, знаете, вчера получилась очень одна интересная вещь. Потому что я планировала повышевать. Сняла для вас видео, что вот у меня такие процессы. Я хочу за них сегодня взяться. И после того, как я нажала стоп, у меня просто случился какой-то невероятный упадок сил. И максимум, что я смогла сделать, это доползти до кровати. Со мной такого уже давно не было. И, наверное, вот эта вот усталость, которая накопилась за несколько, наверное, даже дней. Потому что я очень там плохо спала. Дала о себе знать. И никакой вышивки я даже и не подумала. У меня, вот говорю серьезно, даже не поднялась рука взять иглу и хоть сделать пару клистиков. Но сегодня я взяла с собой на курсы свой проект. И могу показать вам свои результаты. Я вышиваю там оленя и снеговика. Вот такие продвижения у меня на данный момент. И я много уже, на самом деле, вышила в этой работе. Но она очень кропотливая. Я прямо сижу. И я, на самом деле, очень долго сижу над некоторыми деталями. Приходится часто менять нитку. Плюс возникают какие-то странные одиночки. Я вообще не понимаю, зачем там они нужны. Там один символ вообще появился вот здесь вот вдруг резко. Хотя больше поблизости нигде он не вышивается. Поэтому возникают иногда такие моменты, которые меня смущают. Но в целом мне нравится то, что получается. Уже и белка полностью вышита. Надо будет сделать на ней бэкстич. И снеговик уже, в принципе, вот. Его полностью вверх вышит. Я уже занимаюсь его шарфиком. И даже начала уже вышивать оленя. И первая птичка появилась. В общем, потихоньку движется. В принципе, мне кажется, такими темпами, как я сейчас эту работу вышиваю, я смогу ее спокойно закончить до конца месяца. И это будет, наверное, один из двух финишей в этом месяце. Не знаю, посмотрим, как у меня это получится. Но я бы очень хотела, чтобы эта работа у меня завершилась именно в январе. Буду над этим работать. А вот мои сегодняшние результаты. Я вышила достаточно много. Я уже и подарочек закончила. И вот здесь вот внизу повышивала. Также я начала вышивать голову и шляпу снеговика. Осталось, в принципе, немного. У меня осталось буквально здесь вниз его вышить. И вот его шляпку. И будет уже готов. У меня, получается, первый этап. Буду отправлять потом дизайнеру. Или, точнее, нет. Сначала нужно будет это опубликовать у себя в ленте и показать, что я вышила. И тогда я по почте получу продолжение. Мне еще должны прислать сапожки. И, в принципе, еще бэкстич останется. Так что я думаю, где-нибудь на следующей неделе я обязательно уже закончу эту игрушку. И, конечно, классно получается. Видите, я тут даже бисер немного пришила. Такая пуговка получилась у меня. В общем, я очень довольна. И для сегодняшнего дня я считаю это замечательный результат. Буду отдыхать. И посмотрим, что я буду делать завтра. Смотрела тут на днях влог о Марины Прок. И она готовила картошку с курицей в духовке. В общем, что-то мне так понравилось этот рецепт, что я решила его повторить. Вот то, что у меня получилось. Я не единственная только что не брала морковку, а я просто добавила немножечко еще кабачка и курицу. Так вот замариновала и положила. В общем, вот что получилось. К сожалению, попробовать не могу. Уже очень поздно. Я обычно по вечерам не ем. Но муж придет, потом продегустирует и скажет вообще, что получилось. Ну, в общем-то, классное блюдо. Долго, конечно, нужно готовить, но мне кажется, оно того стоит. Сегодня весь день я вышивала вот этот вот сюжет от Dimensions. И я вышивала его на курсе. Вот то, что вы видели недавно, кадр небольшой. Сейчас я пришла домой и решила все-таки его на кюснапы переставить, потому что на пальцах я не могу полностью вот до этих краев, например, добраться. Поэтому решила на кюснапах продолжить вышивать и уже, в принципе, продвигаться вверх. Там в основном будет вышиваться все полукрестом. И вот здесь вот внизу очень хочу уже все доделать, чтобы, в принципе, сюжет уже был полностью почти готов. Тут, конечно, еще до финиша очень долго, но в целом, мне кажется, я смогу где-то за две недели с ним уже справиться и оформить. Мне бы очень хотелось его еще поставить к нам в дом, чтобы он еще поукрашал нашу квартиру. Но посмотрим, конечно, насколько я все успею. Сюжет, конечно, классный. Если смотреть по схеме, то вот сколько я вышила и сколько мне еще надо. То есть, в принципе, где-то, наверное, чуть меньше половины у меня уже готово. Может, даже еще меньше. Буду продолжать вышивать дальше. Сегодня у нас уже суббота, и я ничего не снимала. Я совсем завышивалась, заработалась, и что-то не могла никак снять вам отчет. Вот. Но сегодня, раз уже утро, хорошее освещение, я решила все-таки записать мои большие продвижения по процессам. Первый из них, вы видите, это снеговик и олень от Dimensions. И, как видите, я переставила эту работу на снапы. Мне так намного удобнее сейчас вышивать, потому что не люблю я переставлять пяльцы. Вот здесь вот краешки вышивать, и чтобы у меня было, скажем так, пустое там, ткань не залазила у меня до конца, было не натянуто. В общем, я решила переставить все на кюснапы такие. И вот мои продвижения. Я уже дошла до края работы, как вот здесь получается, вот этот уголок я уже начала вышивать, так и здесь, вот эта вот линия рога здесь заканчивается, это тоже край работы. Я решила закончить именно низ сразу вот эту часть, и уже потом переставить и вышить все вверху, там фон и оставшиеся детальки, шапочка, по-моему, останется. В принципе, работы немного, но, мне кажется, я еще недельку над этой работой посижу. Тут, в принципе, еще хватает таких нюансов, над которыми нужно поработать. Плюс бэкстич надо тоже сделать, я все никак не могу к нему приступить, потому что то там мне крестиков не хватает, то тут что-то не доделано, поэтому уже решила, ладно, в самом конце я сделаю все вместе. Работа мне нравится. Очень красивое сочетание цветов. Иногда, конечно, только попадаются какие-то непонятные одиночки, но это не так часто, поэтому ничего страшного. Так что вот такие продвижения за эти пару дней у меня получились. Давайте покажу вам другие работы. Вчера я закончила вот этого снеговичка. Это первый этап у меня в СП, который проводит Елена Шестакова. И это получается сам силуэт снеговика полностью вышитый. Также я добавила немножечко бисера. Вот здесь я вам показывала тогда вот эту пуговку золотая у меня получилась. А также здесь вот ягодки и вот эта вот пряжка на шапочке. Я ее сделала бисером Милхилл Петит. В общем, мне кажется, в принципе, неплохо получилось. И теперь я жду оставшуюся часть этого снеговика, а именно его сапожки. Сапожки. Тут уже не помню, как правильно ударение. И бэкстич. Бэкстич всего снеговика. Работа тоже была, мне понравилась. Но очень много, конечно, используется цветов. Я прям могу вам сейчас показать, сколько всего ниток. И, как видите, огромное просто количество. Я даже не знаю, наверное, цветов 20 или сколько. Но очень много, короче. И не знаю. В принципе, оправданно, потому что очень многие оттенки получаются красивые. Но, с другой стороны, как-то уже слишком, наверное, много. Но я довольна результатом. Поэтому не буду ничего говорить плохого. Я, в принципе, ничего плохого сказать не могу. Мне очень нравится то, что получается. Теперь жду вот последний этап. Очень хочется уже собрать этого снеговика. И, наверное, это получится уже на следующей неделе. Потому что я все-таки хочу купить проволоку. Сделать ему ножки прямо так, как вот делала дизайнер. Посмотрим, что получится. И давайте покажу вам третий сюжет, который я вышивала на этих днях. А продолжила вышивать я озеро Морейн. И, как видите, тоже я вот вчера переставила его на киснапы. Уже побольше размера. И они как раз-таки идеально у меня получаются. Вот именно по размеру самой работы. Потому что вот это вот здесь вышила я участок. Это ее уже край. Но там, точнее, две клеточки еще остаются вышить. Это уже вот край работы у меня будет. Я уже пойду просто вниз. Подвижения тоже небольшие. Но они есть. Я вот здесь повышивала немножечко воду. Начала камни. И вот спустилась вот здесь вот эту елочку. Полностью вышла до ее конца. Здесь останется только другими цветами повышивать. Получается, конечно, очень классно. Мне безумно нравится этот вообще цвет. В сочетании цветов, точнее, я от него балдею. Это мои любимые цвета. И я вот сейчас вроде бы вышиваю это все крестики. Оно кажется, ну, таким пиксельным. Когда отходишь на какое-то расстояние, оно настолько действительно получается, как картинка. И я вот прямо очень рада, что я вышиваю эту работу. Не знаю сейчас только единственное по поводу оформления. Потому что те рамки, которые я покупала тогда для оформления, вот, например, Тосканы на Амазоне, их до сих пор нету в продаже. И я немножечко переживаю. Потому что если их долго не будет, мне, наверное, придется вышить три работы. И просто потом отдельно оформить их в багетной уже мастерской. Все одинаково. Но, ладно, я не буду раньше времени разводить панику. Времени еще очень-очень много. Наверное, они еще появятся в продаже, эти рамки. В любом случае, вышиваю я озеро с огромным удовольствием. Очень нравится то, что получается. И, наверное, вот именно сегодня, в субботу, я буду вышивать именно эту работу. А по сложившейся традиции воскресенья я буду вышивать свою балерину. Почему-то балерину вышиваю я только на выходных днях. И она у меня там замечательно идет. Буду завтра вышивать уже очень-очень большую работу свою. А сегодня поотдыхаю и повышиваю овен. Потому что тоже хотела бы его продвигать и не оставлять на какое-то непонятное время. И потом только к нему приступать. В общем, много слов. Больше дела. Сейчас пойду немножечко уберусь в квартире. Нужно привести все в порядок. Повышиваю тоже. А также вечером я схожу сегодня на игру своего мужа. Он играет в баскетбол. И я хочу вам показать, как это все будет. Сходим с вами на это мероприятие вместе. Ну что, кто сегодня выиграл? Я просто не могу это не запечатлеть. У нас выпал снег. Ура! Это просто счастье. Хотя, конечно, больше похоже на лед. Ну ладно. Уже, по крайней мере, зима чувствуется. Все, едем домой. Будем отдыхать. Покажу вам, что я сегодня повышевала. Пока мы не ушли на игру, я успела повышевать немного. Как видите, я... Точнее, пока еще не видите. Вот, теперь вы видите. Я взяла на топокс, получается. Зафиксировала свою работу. И у меня получилось вот сколько повышевать. Я уже дошла даже до камней. И, как оказалось, вышло уже полностью один цвет. А именно бленд. Это вот этот вот, который идет здесь, как вода. Его больше в работе не будет. Так что я прямо безумно рада. И могу теперь двигаться дальше. И другие бленды тоже выводить из работы, чтобы больше их не использовать. Мне очень нравится то, что получается. Прямо шикарно проработано. Я не перестаю восхищаться этой работой. И мне кажется, я сегодня еще чуть-чуть повышеваю. Вот тут тоже, получается, идет один бленд. И я сейчас вот им все здесь заполняю. Вот этот вот участок буду здесь, как бы, берег, получается, вышивать. Ну что, с первым снегом у нас. Сейчас раннее утро. Вижу снег впервые. Вот у нас выпал он впервые за эту зиму в Мюнхене. И это просто счастье. Да, его очень мало. Но это вообще хоть что-то. Ура! Первый снег! Я его увидела. Кстати, только что обратила внимание. Просто так посмотрела. Я... Смотрите, на глаза мои сейчас посмотрите. Видите, какие они голубые? Это бывает у меня, особенно, когда очень светло на улице. И, в принципе, вот при таком вот освещении это очень-очень хорошо заметно. Ой, у меня сейчас очень хорошее настроение. Вы себе даже не представляете. Вот буквально мелочь. Всего лишь снег выпал. Ну, это вот счастье, что вообще хоть наконец-то наступила настоящая зима. А не вот это было непонятно что. Ладно. Сегодня прекрасное воскресенье. И, наверное, надо будет сегодня сделать небольшую прогулку. Надеюсь, это все дело получится. А так... Так буду отдыхать, вышивать. И сегодня будет очень вкусный завтрак. Это тоже я вам хочу обязательно показать. Субтитры подогнал «Симон» Сегодня какой-то крайне непродуктивный день, именно что касается вышивки. Потому что все, что я успела вышить за день, это вот это. Я сейчас заканчиваю сапожки снеговика. Хотелось бы сегодня закончить, уже вышивать полностью всю заготовку. Но я не знаю, насколько я успею. Вообще мало времени как-то у меня сегодня на вышивку. Другими делами занимаюсь. Поэтому, наверное, это будет последний кадр. Этой рукодельной недели. Надеюсь, она вам понравилась. И буду рада вашим комментариям. Буду стараться сейчас видео снимать почаще. Показывать, что у меня происходит. И как вообще двигается мое рукоделие. Поэтому до самой скорой встречи. Скоро увидимся. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok